Здравствуйте! Я Арсен Аваков. В сегодняшней программе «Акценты» я хочу презентовать вам часть своей избирательной программы. Той избирательной программой, с которой я иду на выборы Харьковского городского головы. Сегодняшняя программа подготовлена в рамках начавшейся агитационной части выборной кампании. Сегодняшняя программа полностью обеспечена и проплачена из специального фонда избирательной кампании. И начну я с главного. Власть есть обязанность и неправо. Нравственность и мораль – основа существования любого общества. И она не зависит от потребностей и не оправдывает средства целью. Эффективно управлять городом можно только в одном случае. Когда власть будет полностью согласовываться с мнением граждан. Каждый день, по всем вопросам. Маленьким и большим. Но самое главное – по стратегическим. С тем, чтобы мы четко понимали – мы – единый организм. Власть есть продолжение народа, а не как наоборот. Смысл деятельности исполнительной власти, каким будет являться мэр и городской совет и горысполком, состоит в том, чтобы обеспечить полные права и возможности для самореализации каждому гражданину. Каждому гражданину Харькова, каждому харьковчанину, а не только тем, кто занял провластные места в горсовете или горысполкоме. Моя программа основана на четкой системе ценностей. И главная ценность них – это человек, это харьковчанин. Интересы харьковчанина превыше всего. Все остальное носит второстепенный характер. В ближайшее время Харькову и Харьковской области, всей Украине предстоит очень непростое время. Нам нужно пережить те социальные, экономические и политические реформы, которые будут проходить в стране. И главная задача харьковской власти – сделать так, чтобы харьковчане прошли этот сложный период реформ, сложный период переходного периода в экономике, в политике, в других сферах, с минимальными потерями. Чтобы это было максимально полезно для харьковчан и несло как можно меньше негатива. Сегодня харьковская власть не считается с мнениями людей. А так, покупает это мнение и точку зрения легкими красивыми подарками, лавочками и клумбами-однодневками. В то же время, как вероятно, у вас совсем другие интересы. И это точно знаю, но для того, чтобы провериться, мы предложили вопрос на улицах города среди наших многоэтажек. Что конкретно в преддверии зимы вы хотели бы сделать для своего подъезда, для своего дома? Ну вот, хотелось бы, конечно, в первую очередь, это дорогу, чтобы удобно было ходить детям, переходить дорогу. А то шлепаем, все мокрые. Ну что еще? Что еще? Ну, как обычно, в подъездах, если это касается этого, в любом доме, зайдите, какие они, совсем некрасивые, никакие. Хотелось бы на первых этажах, там, цветочки, это в первую очередь, приятно, чтобы заходить, цвет приятный, а не серый. Что еще? Крыши, чтобы не текли на 12 этажах, ну это в первую очередь, как и всегда. Дверь в ходу, в подъезде. И окна в подъезде. Ну, плохие, продувают. В нашем дворе перед зимой нужно обязательно вкрутить лампочки в фонари, потому что темно вечером ходить. Это вот первой важности дела. Вот если это произойдет, то будем очень благодарны тем, кто это сделает. Дорога, да, дорогу вот желательно, потому что у нас дорога, тут что-то начали ремонтировать и бросили. Во-первых, у нас линолеум такой, что вот недавно женщина руку поломала. Около лифта прям куски линолеума, все поднятые, и если труда пройти, чтобы не споткнуться. Ну, вообще ремонт никто не делал. Мы делали, например, своими силами у себя на этаже ремонт. А так ничего не делается. Нужно отремонтировать наш подъезд в первую очередь. Лифты, ну и грязно вообще. Подъезды у нас не очень хорошие. Да, во Фронтовском районе крыши. Сейчас текут очень крыши. Я живу на пятом этаже, и мы сейчас за свои деньги ремонтируем крыши. Как бы, допустим, дозвониться там до Кернаса, они там вызов приняли и все. А как, что? В первую очередь крыши, чтобы дом не сырел, подъезд не сырел. Вот, лестницы сделать, чтобы не поскальзывались дети. То есть, вот, ровненько их сделать. Ну, в принципе, ремонт желательно, конечно. Ну, мы как-то хотя бы крыши лестницы. Ну, чтобы была горячая вода. Хочется. Чтобы была горячая вода. Чтобы включили отопление. Чтобы власти больше заботились всегда о нас, а не перед выборами. Чтобы помнили пенсионеров. Чтобы крыши помнили, коммунальные услуги были ниже. Ну, хочется, чтобы больше было для народа не перед выборами, а всегда. 33 года стоит дом. 33 года. Крыши до сих пор текут. В подъездах невозможно зайти. Невозможно. Ничего не ремонтировалось. За свой счет мы покупали линолеум. Постелили линолеум. Ужас. Я ходила к Добкину. Лично сама ходила. Дал он мне это самое, что в 210 году подходит ваша очередь. Вот, был какой дождь. Начиная. Я живу на 15-м. С 16-й, 15-й. До 11-го этажа стенной шла вода. Мы не успевали. Вот эти трубы водосточные, они порвались, отходились от ЖЭК, купили за свои деньги. Будем ставить за свои деньги. Да что же это такое? Вот такие разные точки зрения. Вот такая ситуация. Вы знаете, а ведь эти украшения, это бутафория того, что нынешняя власть слушает вас, делается за ваши же деньги. А еще точнее, за деньги предпринимателей, которые обслуживают ваш район. С них собирают поборы, строят эти декорации, эти лампочки и однодневные клумбы. А потом предприниматели повышают на это цены. То есть за это платите вы сами. Вы готовы за это платить? Наши журналисты обратились к вам к вопросам на улицах. Вы готовы в первую очередь платить за вот эти украшения? Или есть что-то более важное, на что вы готовы были потратить свои деньги? Ну конечно, наверное, крыши. Раз живем мы в домах, значит крыши. Ну я бы выбрал окна в подъезде, потому что скамейки уже стояли какие-то хоть. А окна тоже стояли, но окна были более полезнее. Конечно, ремонт. Чтобы было комфортно жить, нужен ремонт. Скамеечки – это уже такое дело. Если уже все в подъезде в порядке, можно уже тогда установить и скамеечку. Конечно, ремонтировать крыши. В первую очередь, однозначно. Знаете, когда капает на голову дождь, допустим, вода, конечно, это неприятно, идут болезни. Ну, понятное дело, что отремонтировать крыши, ну а скамейки там… Крышу. Хоть я и живу не на 12 этаже, все равно выберу крышу. Ну, потому что это самое главное. Ну, естественно, на крышу, на воду, на голову скапает. Я уже со своей табуреткой выйду, сяду. Что ж-то лавочка. Лавочка-то копейки стоит, а если весь дом заливает. Вы зайдите, вы вот придите к нам в коридоры, общий коридор от лифта. И чтоб зайти в квартиру, вот это все залита, вся штукатурка обваленная. Столько ж мы можем ремонт и делать за свой счет. А за что мы тогда платим? Мы же не за что платим, ничего абсолютно не делается. Уборщицы платим. По чем мы платим? Сколько мы уборщицам платим? По 12 или по 11 гривен. Это с квартиры. И она раз в неделю, если придет вот так вот, и все. Да что же это такое? Ничего. Вот это 130 дом, он как прокаженный. Этот Иван слесарь вечно пьяный. Уже сколько раз жаловались, говорили, уберите его. Есть ребята, которые работают хорошо. Накрутит, навертит. Не знаем уже, к депутатам ходили, ну и что. Никто нам ничего не помогали. Мы завезли и цемент, завезли и этот, завезли и все. Говорим, дайте нам только человека хотя бы первый этаж, вестибюль сделать нормальным. Обещал, пока его не уволили до сегодняшнего дня. И тоже сходила к этому, к Добкину, вот где московский военкомат, вот там вот приемная его. Ну и толку с этого. Бумажку прислали, птичку поставили, до свидания. Все. Я предлагаю изменить отношения власти и горожан. Нет, нет, конечно, со слесарем Ваней, пьяным, разберется нормальный, честный руководитель ЖЭКа или ОСМД. О ОСМД мы поговорим сегодня в нашей программе. Но по важнейшим вопросам, по ключевым вопросам, как все развивается в нашем хозяйстве, сложном и непростом, я хотел бы, чтобы мы изменили все, что есть сейчас, на совсем другие отношения. Первое. Ключевые вопросы нашей жизни должны решаться на общественных слушаниях и референдумах, когда по всем главным вопросам, как во многих европейских городах, власть, мэрия спрашивает у народа, что нужно в первую очередь, на что нужно тратить деньги, каким образом нам обеспечивать этот механизм. Вот это ключевой вопрос. Второе. Нам крайне важно, чтобы была обратная связь, чтобы каждый человек точно знал, что его услышат, что его мнение подтверждено, что его мнение зафиксировано, будет рассмотрено, а не просто бумажка падет в стол. Третье. Контроль. Механизм четкого понимания контроля. Доступность и открытость всех решений власти. Если принято решение ремонтировать крыши, если обеспечен процесс выделения денег, любой человек должен посмотреть и узнать, кто ремонтирует, за какие деньги, в какие сроки, и как можно пойти и посмотреть, и принять решение. И, наконец, последнее. Ответственность власти. Я это называю вотумом доверия. Чтобы каждый чиновник знал, что существует механизм, по которому он должен отвечать перед людьми. Не раз в пять лет период выборов, а прямо сейчас. Прямо по итогам окончания зимы, окончания топительного сезона, окончания весеннего месячника по уборке территории и так дальше. Каждый чиновник должен знать, что он ответствует не только перед мэром, не только перед городским советом, но и перед каждым человеком. Поэтому я буду внедрять процедуру так называемого вотума доверия. Когда руководитель районного ли уровня, или городского уровня, или непосредственно микрорайона будет обращаться за вотумом поддержки к людям. Сделал дело, получи поддержку. Нет, уступи место более сильному. В моей программе действий есть очень много пунктов, и много планов и намерений. Все они должны корректироваться и проверяться вашей точкой зрения. Ведь вам есть что сказать будущей власти. Ведь правда? Каковы ваши наказы?